Hello everybody, Kat Kenneth here! И сегодня будем говорить о многими любимой и нелюбимой теме произношения. Я, например, для себя недавно узнала новое слово, потрясающее просто. Звучит оно как awesom. А новое оно для меня потому, что такого слова не существует в английском языке. Есть слово awesome, а вот слово awesom, к сожалению, в английском нет. Сорянчик! Чтобы правильно произносить английские слова, лучше всего раз и навсегда взять и выучить транскрипцию. Как таблицу умножения. Один раз выучил и все, больше не паришься. И, естественно, мониторить какие-то закономерности. Я знаю, что в английском, и ты и знаешь, что в английском очень много всяких исключений из правил, но все-таки закономерности и правила чтения тоже есть. И одно из них как раз вот в этом слове awesom. Буквенное сочетание буковки A и W всегда читается как O. Всегда, 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 всегда. Никаких awesom не существует. Например, в слове awesome, awful, straw, трубочка. Или фильм, например, dusk till dawn, от заката до рассвета. Raw, сырой. Всегда читаем это сочетание A и W как O. Запомни это раз и навсегда. В следующий раз, когда ты увидишь это слово с таким сочетанием, даже незнакомое, ты будешь знать, как правильно его произнести. И еще одно похожее сочетание, тоже всегда читается как O. Это A и U. Сколько миллион раз я исправляла слово аудио? Аудио это не по-английски. Оудио это по-английски. Сюда же у нас относятся слова с этим буквенным сочетанием, как, например, осень, autumn, sauce, sauce, pausa, pause, august, august. То есть прослеживается тоже закономерность правил чтения, которые можно спокойненько использовать. Едем дальше. Еще один проблемный случай – это глухие буквы. Например, глухая K в начале слова. Как правило, эта буква идет в сочетании с N. K и N вместе в начале слова всегда будет означать, что это K не произносится, а произносится только N. Например, колени, как будет? Knees, да, никакие не knies. Или нож будет knife, ни в коем случае не knife. Или knickers. Knickers – это женские трусики. Тоже K-N в начале произносится только так и никак иначе. Из этой же серии у нас немая буква B. Как правило, она идет в сочетании с M. B и M вместе. B, скорее всего, будет немой. Такие словосочетания лучше всего заучивать на каких-то примерах ассоциативных. Например, сразу же, да, что приходит на ум. Это тупой еще тупее. Все фильм смотрели, все любим. Джейм Керри, One Love. Dumb and Dumber. Нету там звука B вообще никак. Да, он пишется, но никак не произносится. И по той же аналогии мы идем дальше. Dumb and Dumber. Запомнили. Следующая тут же Plumber. Не Plumber. To Climb. Карабкаться. Thumb. Большой палец на руке. Тоже без B. B глухая. У Linkin Park песня Numb. I become so numb. И так далее. Слова дальше не помню. Тоже B не произносим. Есть, правда, три слова, которые бы я хотела сгруппировать, с которыми часто у людей бывают проблемы. Они пишутся, все три слова пишутся примерно одинаково. У них только одна разница. В одной букве у них первая буква, другая. Но они произносятся по-разному. Первые два. Это Лара Крофт, расхитительница гробниц. Лара Крофт. Tomb Raider. Слово, вот это сочетание T-O-M-B произносится как tomb. Сюда же в это же правило у нас попадает слово womb. Womb это чрево женщины. Есть такое же слово расческа. Оно пишется абсолютно так же. Вначале только буква C. Но произносится уже не через U, а через O. Comb. Вот это надо просто запомнить, это надо просто выучить, что tomb и womb через U, comb через O, а ну и B как всегда глухая. Еще два слова упомяну из этой серии. Это doubt и subtle. Опять же запоминаем по всем известной группе no doubt, например. И слово subtle, у которого в середине есть B, переводится как легкий, незаметный. Вот такое значение. Есть еще несколько слов, которые у людей вызывают трудности. Быстренько их озвучу, чтобы их запомнили раз и навсегда. Их надо просто учить. И учить надо, например, слово салат. Не как салат, а как овощ. Овощ, салатные листья. Пишется он как lettuce. И люди так его и произносят. Lettuce, lettuce. На самом деле это неправильно. Произносится он очень просто lettuce. И все. Из этой же серии слова хоронить, оно пишется как berry, но это неправильно. Напишется оно действительно так, но произносится как berry. Lettuce, berry. Учим всю эту историю. И никогда уже больше не делаем эту ошибку. Сюда же у нас идет буква W, которая не произносится в слове sword. Меч. Все смотрели Властелин колец и Игру престолов. Очень часто там это слово есть. Так вот, sword никакой не sword. И сюда же относится слово драгоценности. Jewelry. Никаких what там нет. Никаких jubilee. Не надо там ничего никуда заворачивать. Просто jewelry и все. Три слога. И не придумаем ничего лишнего. Еще хотелось бы упомянуть слова, которые можно произносить и так, и так. Слово often и often. И тот и другой вариант приемлем. Оба варианта правильные. Просто выбери себе один и придерживайся его. Я всегда говорю often. Мне просто так удобнее. То же самое со словом schedule и schedule. Оба приемлемы. Выбери себе один. Из этой же серии. Низа, иза и найза, айза. Оба варианта верны. Выбери себе один, какой больше нравится. Какой тебе удобнее самому говорить. Ну и на этом, пожалуй, все. Конечно, трудностей произношения гораздо больше. И for the love of God. Учите транскрипцию. Просто, как я уже говорила, как таблица умножения раз и навсегда. И говорите красиво и правильно на чистом, красивом английском языке. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.